Просто 10 минут до нашей цели. Ты видел кибертрак, проникал, когда мы стояли, я не поверил глазам. Я в район. Похраните меня здесь. Я просто очень сильно расстроен, что у нас не получилось попасть никак на это мероприятие. Короче, я не справился. Кто там не верил, мацаны? Я только один, кто любит Тесла в России. Спасибо. Возможно, сюда приедет и сам Илон. Так вот выходишь, погода просто кайф, несмотря на то, что дождик идет. Плейт стоит, как у меня. Правда, диски другие. А так вот прям цвет такой же, комплектация такая же. Год 21 тоже. Предыдущий плейт, новый, они по-другому выглядят. Но мы садимся в тройку. И сейчас, прямо сейчас мы направляемся в место, ради которого, в принципе, сюда я и прилетел. Что нас будет там ждать, я не знаю. Короче, я не знаю, что нам ждать. Но я знаю лишь одно, что я летел сюда с надеждой на то, что у меня будет 0,00% на успех шансов. И вот сейчас мы это поймем. До начала презентации осталось 2 часа 37 минут. Ехать нам туда 21 минуту. Просто пожелайте нам удачи. У меня с собой, кстати, костюм есть. Какой? Пиджак и штаны официальные. В теории я могу переодеться. Ну, короче, поехали туда. И уже там на месте посмотрим, как это все обстоит. Дела я написал кучу всяким разным людям, которые сейчас находятся там. Возможно, какой-то долей шансов, процентик есть на то, что получится туда проникнуть. Просто сказать, что я СМИ, что я там блогер, что я чувак в Сибири, который катается на Теслах, который показывает эти Тесла. Будь я Илоном Маском, я бы сказал, бля, Кирюха, варпач, на, держи, дарю тебе Кибертрак. Ты такое дело делаешь в другой стране, без инфраструктуры. Столько людей Теслы купили благодаря тебе. Ты не зарабатываешь даже на это. Как ты любишь уметь, когда я что-то говорю? Сорян, вы просто. Должна быть гробовая тишина, лирическая музыка, и человек проникает с атмосферой, и потом просто... Слушай, ребят, ну, в видеоблоге, когда ты записываешь, моя голова думает и о таких моментах, как потусторонний шум, и здесь кто-нибудь есть. Это просто лайк, просто лайк. Все, погнали туда быстрее. Все, надо ехать, времени осталось совсем мало. Поставь лайк, пожалуйста. Вот видите, впереди, перед нами летит самолет. Это мы могли просто сесть на самолет и прилететь, но мы взяли тачку в аренду, и на ней приехали 2000 километров. Я вот ничуть не пожалел, но Лехе тяжело вот будет возвращаться до задка. Ну, мне тоже не скажу, что прям легко, но вот эти вот встречи с рандомными людьми, вот какие-то вот сон внутри машины, где тебе неудобно, где ты храпишься, пивки, где ты хочешь в ванну, где ты хочешь помыться, вот в этом и есть приключение, это прикол. Машина дает, это даже не только к Тесле относится, а в принципе к машине, когда ты путешествуешь на ней, типа это дает тебе новое ощущение, ощущение дискомфорта какого-то, или привычного комфорта с душем, с отелем, со всей этой штукой. Не знаю, я прям кайфанул. Вот если бы мы прилетели на самолете, это было бы слишком просто. Не в стиле Кирюхи Ворпача, брат. So easy. Ну, ничего, мы сможем как-то прорваться, нам осталось 8 минут. Представляешь, вот мы ехали, мы проделали такой большой путь до сюда ради того, вот что сейчас нам показано, а 10 минут нам ехать. Просто 10 минут до нашей цели. 10 сколько минут? 10. Тесла контактор паркинг, то есть нам сюда куда-то... Ой, 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 это кто тут стоит? Подожди, дурака включаем? Включаем, брат. Дурака включаем. Секьюрити на Тесле. О, твою мать. Hello, bro. How are you guys doing? Fine. I'm Russian video-blogger. I'm traveling this place in... Как сказать вчера? From yesterday. From yesterday. Okay. Yeah, yeah, yeah. I have 4 million subscribers. And I'm traveling in Tesla in Russia. Okay. And I have a мероприation for Cybertruck. Oh! So, unfortunately, right now, due to the... Due to construction... It's real! Yeah. Unfortunately, right now, due to construction, we're not open to the public. Okay. So, actually, unless you have a Cybertruck access pass, we would not be able to allow you on-site. Maybe you have a... Maybe I'm a S.M.I. How do you say S.M.I.? Maybe you have a contact who may access for him because he has a 4.4 million subscribers. I completely understand. Unfortunately, just because I don't want to impede on our traffic flow. Okay, okay. I'm going to have to turn you guys around. Okay. Where I can stay? If you want to take a U-turn behind this Tesla, straight down, and then take a left, and if you have any visibility from the factory from there, by all means, anything public, any public property is okay. Yeah, I know. Any, these U-turns Americans, they said, like, this should be, and it should be like this. Here is such a Russian. What I need to go like this. I'll go and go and go and kick it out any pain. It doesn't really pull. Like it's completely掉 to us. It's public parking. They now come into our seat. They don't say that we're going to go here. There, in fact, only for VIPs. There can't be able to get there. I'm sure there is also you can get there. You saw the Cybertruck you can get there. When we were standing there, I didn't believe it. I didn't believe it at the eyes. I didn't know, on the way, with whom I was talking. с этим сисюрить либо за кибертрак смотреть настоящий кибертрак прикольно это публичная парковка вот сейчас находимся мы не можем попасть на мероприятие правильно да все правильно так как они говорят что мы не можем попасть 3 часа получается 2 часа 2 часа сейчас я чё-нибудь придумаю когда-то заезжаем непонятно куда мы едем мы куда-то заезжаем прямо сейчас а тут чисто на теслах скорее все запускают а хотя чувак на волю что-то делать короче я пока не понимаю что а машины может быть проверяют там ты везде тесла стоят это прикинь вот ты создатель вот этого просто создать и вот этого тоже и вот этого тоже я в раю храните меня здесь короче план приехать на место и на месте разобраться с тем как туда попасть это невозможно потому что там за вами даже выслали tesla security которая сопроводила нас до выхода нами отправили просто tesla security чтобы мы уехали отсюда что это за приколы это просто дичь какая-то ненавижу вот эту я с таким столкнула американскую как это называется правильно конкретно это нельзя никак назвать них есть правило и они не хотят и слово то есть правило его нельзя нарушать короче вот это вот американская правильность я ощутил впервые когда пролазил к илону маску еще в 2000 по моему восемнадцатом или девятнадцатом году когда я был на е3 конференции и я там же также пролез просто сквозь очередь сквозь все я просто пролез в это здание здорово дыму ёпта настоящий посмотри он с ножками и ручками сегодня у меня не получилось этого сделать я не знаю почему я не знаю как мы попытались мы несколько раз делали круги мы разговаривали но это прям вот такой как он прям у шлепок с ним просто невозможно было никак договориться прям неприятный тип он прям get down get down типа уходи 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 отсюда смотрите как он говорит move down двигайся прям с неодобрением вот там было три человека из этих трех был один пацан такой толстенький вот он еще как-то хотел войти в положение мне кажется он никакого веса вообще там не имеет поэтому пытался войти в принципе и рыжий никакого веса не имеет потому что это просто security чек ему сказали без паса никого не пускать и все я просто очень сильно расстроен что у нас не получилось попасть никак на это мероприятие просто реально это очень ты сейчас через 30 минут будет delivery day рядом с которым мы на парковке будем находиться мы просто будем стоять рядом с этим мероприятием у нас не получилось получить эти замечательные бейджики вот это вот окунуться в атмосферу увидите лана маска короче это было все нам невозможно мы сейчас просто встанем на парковочку будем смотреть онлайн презентацию такой путь проделать и вот просто посраться запомните мои слова если я когда-нибудь поднимусь в тесле я уволю этого я запомнил это рыжая я доберусь до него когда это будет моей мотивации я не знаю я никто в тесле все никто для тест у меня теперь появилась цель уволить рыжего знаете как игра хитман у тебя есть несколько возможностей как проникнуть в здание вот здесь вот слева от меня вот здесь вот здесь ходят рабочие в касках и желтых этих жилетах то есть возможность убить кого-нибудь одного из этих рабочих связь его одежду и попробовать проникнуть внутрь здания отличный вариант да конечно же нет и вот я сейчас прикиньте сижу на парковке рядом с гигафакторе и просто расстроен от того факта что проделав такой большой путь никому ничего не сказав я никому ничего не говорил нигде ничего не выкладывал не хотелось делиться что попал в америку я сижу рядом с гигафабрика где показывают кибертрак машину которую невозможно достать но я я понадеялся я понадеялся на лучшее и не готовился к худшему хотя всегда говорю надеюсь она лучше и готовься к худшему короче я не справился я просто не справился я не смог я пытался а мне сейчас свербит вот это вот это максимализм что я должен что я могу а в итоге я получил то что меня сопровождало security tesla прям до выхода там сфоткали номера отправили это типа в конфу я прям видел как это происходило зато я могу говорить а за тобой ездила tesla security за тобой tesla охрана ездила вот за мной ездила за барпачёв ездила tesla security наверное еще не время наверное еще не время я сейчас отправлю это в телеграм-канал простите я не смог я нахожусь рядом с тесла гигафабрик я нахожусь в техасе остин я проделал такой большой путь вы должны понимать тот самый момент когда я сижу в этой машине никто в интернете не знает что я прямо сейчас во время презентации сижу в америке рядом с тем местом где изготавливают кибертраки и самое интересное что я сижу и понимаю что мой план идет псу под хвост я думаю что у меня получится хоть как-то повзаимодействовать с кибертраком хотя бы увидеть его или сфотографироваться и на тот момент я сижу и понимаю что это невозможно и весь мой тайный проект проникновение на tesla gigafactory в техасе и вообще весь прилет в америку никто об этом не должен был знать просто я хотел выложить фотку с кибертраком в день когда покажут этот кибертрак всему миру и я понимаю что мой план идет псу под хвост но как же я ошибался что-то мы смотрим презентацию какая-то она ужасно она прям очень она какая-то плохая но в плане того чтобы вот здесь он показывает как с автомата стреляют по металлу кибертрака но выглядит прикольно в принципе я вот и вот это кстати фотка я выкладывал в telegram то подписан на телегу сто процентов ее видел они что-то трансляция подлагивает его маска посмотрите его не видно нихера ну то есть то что мы тут не видим кстати кстати на камере его лучше видно чем вот так вот в видосе мы смотрим его да и просто не видно он прям темный короче они вообще как будто не подготовились или мы себя успокаиваем что мы не зря там не оказались не ну правда какой-то не очень такого не должно быть хочу эмоции заснять как мы увидели как кибертрак с прицепом porsche сзади прицепленным porsche обогнал другой porsche на драгрейсинге вот это хайп вот это вот это лучшее пока что было на презентации этого реально лучшее сколько сколько ты едешь давай доставки доступны прямо сейчас где где доставки доставки допустили только первых людей которые будут брать слушай но там кстати больше 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 людей было помнишь вот там где мы проезжали больше людей было вот первой поставки пошли это первый а музыку кстати взяли с первой презентации кибертрака они я у меня эта музыка играет в ролике и qs пать ребят у меня это эта музыка в них весе играет я думаю знакомым и он маслом моего видоса музыку какая бабуля какой тебе кибертрак бабушка вот сюда садитесь и я забираю кибертрак это перекуп явно это явно перекуп бабуля перекуп бабуля синдиката ёпта только видим кибертрак сразу едем за ним он же на зарядку поедет а если вам получится обзор снять на кибертрак который он сейчас выдал мы прям хорошо стоим прям хорошо стоим лёха закинул очень интересную мысль кстати все в темноте и это означает то что все что говорил человек который работает он говорит там ничего не думаете продавч Maple копbon�ологи делаем мы разговаривали вот здесь вот прямо здесь два типа стояли 150 что все что касается кибертрака это ну то есть они не собирают его здесь либо часть собирают здесь и из-за этого показывается то что все все что сейчас происходит там все в темноте а не видно ничего прямо специально нас реально я соглашусь что полная темнота нихрена непонятно мне кажется значит почему там это зазоры, чтобы не смотреть. Не, не, ну ты внимательно посмотри. Ну, зазоры, понятное дело. Это мы уже не обсуждаем. Если внимательно посмотреть, посмотри, пожалуйста. Все как будто в стройке, то есть, ну, все в темноте, честно. Ну, я понимаю, да. Слушай, ну, вот мы еще хорошо стоим, вот здесь должны они поехать, по сути. Вот, вот, по сути здесь VIP-вход, вот, прям вот здесь. Тесла Сисюрити здесь стоит, они должны вот так поехать. И вот, надеюсь, надеюсь, нам удастся поймать один кибертрак, поехать за ним и попросить что-то подснять с ним. Я тоже на это надеюсь. Посмотрим. Какое представление новой тачки в полной темноте? Да, да. Почему? Я больше чем уверен, что это правда и... То есть у них нет кибертраков? Да, да. Это вот шестая доставка. Это набивает цену машине, кстати? Может быть, да. Это как лимитированные кроссовки. Да. Do you know 250? Order with car. You will invite the version is ready to be configured. Окей, то есть ты опять закидываешь 250 баксов и опять предоплата? Вы что, ебанулись? У меня есть предоплата! А те, кто уже заказал. Ты же заказал. Да. А, подожди, а давай закажу еще раз. Ну, б***ь, чем черт не шутит, давай закажу, типа... Вот, я уже захожу и делаю предзаказ, еще один. Ты можешь сделать еще один предзаказ, но тут все четко показано, что задний моторный, то есть с одним мотором, можно заказать. Получение будет в 25-м году, то есть через... А, ну подожди, нет, он говорил, что сначала будут мощные версии, потом... Да-да-да, слушай внимательно. А здесь написано, что все мощные и Сиберфаст, то есть, ну, грубо говоря, двухмоторные и трехмоторные, да, я понимаю, они будут готовы только в 24-м, но не говорится, когда будет написано просто «Деливери в 2024». А это, может быть, декабрь 31-го. Ну, б***ь, ну, логично, да, в конце года это же тоже 24-й год. Ну, да. Я, б***ь, алибабу, я выбрался на б***ь в Америку, б***ь, я за Кибертреком, б***ь, в долги, б***ь, в лес, б***ь, чтобы купить Кибертрек, а, конечно, о чем? Давай, б***ь, по 24-м выпустим, давай Кирюху, б***ь, не пустим на презентацию, давайте, б***ь, секьюрити сзади поставим, давайте проведем самую х***ную презентацию за все года Теслы, и давайте вот Кибертрек продавать в 2024-м через год после того, как вот я здесь сижу. Сей рови. Б***ь, руку тебе пашу, б***ь, спасибо, что вписался в эту х***у, б***ь, всем спасибо, ребят. Это п***а. Я реально заказал сетачку, я сейчас зайду на свой аккаунт, у меня, получается, будет два предзаказа, они добавили ежику вот эту х***ю. Я тоже, говорю, заказал. Вот он, вот он Кибертрек, ну, пруфы, пруфы, теперь точно в Америке заказал. И вот мы сейчас заказали машину, и мы сидим такие думаем, а кто же помимо нас, двух х***ов, заказал еще до таких же десятки тысяч, сотни тысяч эмонов, которые зайдут, сейчас и закажут, понимаете? Сто процентов, сейчас все зайдут и будут заказывать все Кибертреки. Ты на 300 человек позже меня заказал? Там на 10 минут даже, пока я вбивал. Там разница, пару минут, он на 300 человек позднее. Минута 300 человек. А я 109-й получается, или 4109-й? 4109-й. Как делать деньги? Это вот так вот? То есть вот сейчас по 250 баксов предзаказы полетели? Да, то есть уже за сколько, за 15 минут налетело 5 тысяч заказов приблизительно. И сколько это денег? На 250 баксов, это 1 миллион 250 тысяч евро. Долларов? Ну, долларов, да, долларов. А, они в долларов снимают, да. А, это Илон на гелике едет. Реально? У меня х*** будет с миллионом ваших долларов. Я, давайте покажу вам пруф, и вам мои вин номера моих машин все равно ничего не дадут. Но, по сути, вот, я сейчас зашел в свой аккаунт, вот она моя Model 3, вот мой Play Model S, и вот мой Model X. И вот он у меня раз кибертрак, и вот он у меня два кибертрак, понимаете? Вот они, мои машины. Вот они, вот они. Это мой аккаунт, то есть мой тесловский аккаунт. Вот они у меня, от предзаказа два кибертрака. У меня есть предзаказы, могу их продавать. Открываю свой автосалон по предзаказам кибертрак. Четыре года. Четыре года на х***. Что у тебя есть? NFT за 300 долларов. За 351 за 250 долларов, другой за 100. Вот этими картиночками и балуюсь тут, видите, в своем аккаунте. Мы, походу, пропустили кибертрак. Просто вдали увидели, мы такие, ты смотри на дорогу, чтобы не пропустить кибертрак. Я такой, да, не пропущу. И смотрю вдаль, вижу жопу, я говорю, это кибертрак. И Леха такой, это, походу, кибертрак. И мы просто едем, мы пропустили, он дальше мог поехать куда угодно. Да, да, но там красный, он, по-моему, на красном стоит, но он там зеленый сгорелся уже. До зарядки вряд ли бы он поехал до ближайшего. Хотя тут же есть один суперчарджер всего лишь. Ближайший всего один суперчарджер. О, нет. Ты ошибся немного. Хотя, подожди, вот он здесь сидел такой и такой, я поехал до ближайшего суперчарджера, правильно? Наверное. А если ты был вообще не кибертрак? А может быть не кибертрак, да. Ну, чтобы вы понимали, я на заднем приводе нажимаю на Гаспол и мы едем вот так. Я Гаспол. Может быть догоним. За ним, просто за ним. Мы же просто можем. Мы же просто можем. Мы же просто можем. Мы стояли за Тесласей Сюрити. Нормально, 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 нормально. Нормально, это судьба. Это судьба. Просто мы едем, неважно, куда мы едем за этой сибертраком. Просто на повороте увидели, на повороте. Без номеров, вообще без ничего. Да, конечно, еще бы. Мы на заднем приводе просто херачим за кибертраком. На самой дровяной тресле. В аэропорт едет, а не в аэропорт. А Афстон-Хьюстон? Да, да. А что если мы просто рандомно урвали Илона сейчас? Чувствуй себя подписчиком, который гоняется за машиной. Да, чуваки, простите, я контент делаю. Я не делаю это ради того, чтобы сфоткаться или еще что-то. Но он, кстати, не сильно большой. Он не сильно большой. Ну какой он классный. Брат, мы с тобой вживую видим кибертрак. Ой-ой-ой. Нет, он классный. Какой ты классный, а? Это старичок, кстати, едет за рулем. Помнишь, которого мы? А, то есть он катает людей просто. Я понял. Мы, короче, слил. Поворотнички, поворотнички. Вот отслеживаем, как у него выглядят поворотники. Нам очень интересно. Они по-любому в задние камеры смотрят на нас. Но если бы они хотели уехать, они бы уехали уже. У нас овощная Тесла, они это понимают. Они явно куда-то едут. Вот прям целенаправленно. Может за продуктами. И пока они продукты там будут покупать, мы просто посмотрим машину. Ну реально, ну хочется посмотреть. Это наш единственный шанс. Вы должны реально понимать, ребята. Это наш единственный шанс посмотреть кибертрак. И вот так мы как ебаные просто гонимся за ними, понимаете? Мне бы было некрасиво, если бы за мной так ехали. Да, да, конечно, я подумал на это. Но ничего не поделаешь, сорян. Вы едете до эксклюзивной тачки, вы такой путь проделали. А если они еще какие-нибудь русскоговорящие, окажется, будет вообще идеально. Но они не похожи были на русских. Нет, нет. Они прям американцы, да, такие. Но это такая буретка вот в жизни, да? Да, да, да. Или там не мягкая, не комфортная. Мне просто вот хочу глазами прям вот подойти и прям всмотреться в этот алюминий, металл. Вот в это все хочется посмотреть. Люди увидели все вот тоже. Снимаю немножечко. Они увидели, что это кибертрак. И мы как будто операторы, которые снимаем реакцию людей для ролика Кирюхи Варпача, который сидит внутри. Камера. Ну вот здесь вот эта вот линия, если обратить внимание, она очень кривая. Вот эта вот, короче. И вот здесь уголок прям очень кривой по сравнению с этим. Вот если сравнить эти две линии, очень кривой. А вот эти вот два глазика похожи на жабу. Там типа оп, глазик. Вот этот глазик. И вот здесь типа ротик. Но она высокая, да. Высокая, да. Ну смотри, вот рейндж-ровер Вилар стоит. Вон, смотри, смотри, пацаны, пацаны побежали. Да, да, пацаны, да, это кибертрак, да, пацаны, да. Еее, this is Cybertruck, мээн. Смотрите, ну, короче, это вот Вилар стоит, рейндж-ровер. И вот это стоит кибертрак. Ну и вот посмотрите размер. Сейчас вся Америка в*** будет. Это огромный инфоповод на ближайшие несколько, ну, месяцев точно. Я говорил, вы семья, вы семья, вы едете за продуктами. Зажива... У-у-у, какой грязный. Точно за продуктами едут. Здесь прям типа вот магазинчиков много разных. Ой, паркуются. Господи, храни тебя, пожалуйста, храни, пожалуйста. Пойдем разговаривать с ними, пойдем разговаривать. Пошло. Я, честно, в шоке. Прям как будто железом это выпиливали. Не было никогда такого, не было никогда такой менюшки. Едем, короче, по Остину. Достаю камеру. И мы видим кибертрак. Это нормально вообще? Может, за ним поедем? Давай. Давай просто за ним поедем? Да, посмотрим, на кого поедем. А этот зарегистрированный? Да, это зарегистрированный. У него номера есть, все есть. Это значит лишь одно, что я двигаюсь в правильном направлении и делаю все правильно. Я безумно ссу что-то делать, но все неудачи привели меня конкретно именно сюда. И это не зря. Просто вот эта ханина стоит вот прям под кустиками. Вот так вот взять просто, вот так вот ее вот смять и домой в Россию увезти. Вот эту вот цуку просто в гараж поставить, чтобы она пока вот стояла и глаза мозолила, и вот чтобы бесило прям меня. И чтобы вот эту жопу, вот эту кибертраковскую жопу, я видел всегда, каждый день. Вставал, дрючил, гладил ее и ложился спать или шел там по делам по своим. Ой, сразу три кибертрака. Господи, боже мой. Я просто вот среди трех огней стою. Всем интересно вокруг. Я прям в центре. Поверьте мне, достать их невозможно. Просто поверьте. Невозможно. Невозможно вообще. Ты подходишь к кибертраку. Он зажигается. Ты садишься в него. Бум. Бум. У него, кстати, я не успел заснять, но у него прикольно свет фар включается. То есть он не просто бамсы включился, а он такой ту-ду-дун, ту-ду-дун. Ну, есть видосы в интернете. Все тут друг друга друзья. И все тут подмазано, чуваки. Это просто подмазано. Поверьте мне, я все это своими глазами сейчас увидел. Все это не просто так. Приближенец к Илону Маску садится вот сюда сейчас. Я сфоткался с главным дизайнером кибертрака. Ему абсолютно пофиг. Он просто кайфует. Катается на кибертраке. Он уже немножечко вот пристроил какую-то девочку вот так вот. Положил ей ручку. Прислонился к ее копчику. Я понял, это, короче, место, где собираются кибертраки. Все его пощупали, все его понюхали. Они сюда приехали, кайфы получили. Это какие-то большие люди, короче. Понимаете, что вот там стоит кибертрак. Там стоит еще один кибертрак. Здесь стоит третий кибертрак, из которого вышел главный дизайнер кибертрака, который шар кидал, с которым я сфоткался. И мы просто стоим здесь как подписчики. То есть так случайно получилось, что, возможно, сюда приедет и сам Илон. Илон просто офигеть как угар. Мы просто ехали по улице, мы увидели кибертрак и просто поехали за ним. Просто припарковались и охренели от того, что мы приехали в место, где бухают ребята с этого завода. У меня есть нефот? Одно рукопожатие до Илона Маска. Одно. Одно. Одно рукопожатие. Одно. Одно всего лишь. Я совсем близок. Вот такая история. Я два дня не спал еще. Я хотел поехать спать. И увидел кибертрак и поехал за ним. И я тут. Куда судьба меня заводит? Ну что, вот ты и досмотрел до логического завершения видеоролик. Дальше начнется как раз та самая часть, которую я выложил изначально. То есть где я уже встретил кибертрак. Представьте, в совокупности событий, когда у тебя на протяжении всего пути ничего не получается, а потом в конце тебя ждет такая сладкая победа в виде кибертрака. Разве это может не радовать? И хочется сказать вам, ребята, спасибо огромное, что досмотрели до этого момента. Но я бы был не Кирюха Варпачем, если бы не заложил несколько пасхалок в каждое из видео, которые я выкладывал до этого. И с этого момента следующий видос, который выйдет, буквально, я клянусь, он уже смонтирован и лежит, ждет своего часа. Пару дней. Практически перед Новым годом. Я думаю, числа 26-го либо 27-го выйдет данный видеоролик, смотря когда это видео выйдет. Короче, буквально спустя пару дней после выхода этого видеоролика, включайте все свои колокола, включайте все свои колокольчики и ждите классный ролик с кибертраком. И не просто кибертраком, а вас ждет также черный кибертрак. То есть полноценный в черном матовом цвете, с которого вы, надеюсь, кайфанете. Знаете, я люблю, как Хидео Кодзима, закладывать какой-то скрытый смысл во все свои видео. Кто сумел его прочитать, вы молодцы. Кто нет, ну, когда-нибудь пересмотрите эти видеоролики, можете сейчас пойти пересмотреть и попробовать уловить связь того, что я хотел показать. Пару слов туда-сюда сделай. Ну, для концовочки влога пару слов туда-сюда сделай. Ну, пару слов туда-сюда, брат. Ну, пару слов туда-сюда. Козел. Каждый раз, когда я пытаюсь закончить видеоролик, меня преследует чувство, что я что-то недосказал. Как думаете, купил я кибертрак или все-таки у меня не получилось? Напишите прямо сейчас свои догадки в комментариях, а ответ вас будет ждать в будущих видеороликах. Сегодня у нас 22 декабря, и я все еще в Америке. Интересно, зачем? Пруфы, да? Там видно? Кстати, что по погоде-то? Ну, а похолодало от 14 до 17. Ну, да, калькулятор показывает. Холодает. Короче, 22 декабря. Напишите, получилось достать у меня кибертрак или нет. Узнаете совсем скоро. Спасибо вам за ваши лайки. Вас ждет р... Вот р... Вот тут просто р... Спасибо. Блин, замарал вас. Ну, все, продал я варпачу свой кибертрак.